Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Новый подход в лечении рака. На Алтае планируют проводить операции по трансплантации печени у онкобольных. Не пройти, не проехать. Жители района вокруг переулка Ядринцева просят построить тротуар. Бреются на лысо и призывают не рассчитывать на классическое прочтение. Барнаульский театр «Кукол сказка» готовится принять Всероссийский фестиваль Зазеркалье. В Алтайском крае планируют делать операции по трансплантации печени у онкобольных. Такие хирургические вмешательства при обширном метастатическом поражении, которое возникает, например, при онкологии толстого кишечника, уже применяют в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Именно этой теме были посвящены сразу несколько докладов на третьем по счету инновационном форуме в центре Блохина, откуда вернулись алтайские онкологи. Бывает так, что мы с этой печенью не можем сделать ничего, слишком обильно, расшированными метастазами. Радикальное хирургическое лечение провести нельзя, какую-то массивную лучевую либо радиочастотную аблацию провести нельзя. Химиотерапия помогает, но не в полном объеме. Таким образом, лечит пересадки печени. По крайней мере, пять докладов, соответственно, в одной из секций были посвящены именно этой проблеме. Главный врач алтайского онкологического диспансера пока не может сказать, когда такого рода операции будут проводить в Алтайском крае, но это вполне реально. Тем более сейчас, когда речь идет о строительстве хирургического корпуса и операционного блока. При поддержке губернатора региона решается вопрос о выделении федерального финансирования на строительство. Виктору Петровичу Томенко особое спасибо, потому что он выходил лично на Мишустина, соответственно, нашего премьера. Прошу прощения. Но как только построится корпус, за это время мы успеем обещать персонал, соответственно, проведение этих операций. Вы носите одежду, которую сшили в колонии, вы можете сидеть за партой, которую сделали в колонии, и даже есть продукты, приготовленные там же. Сегодня в исправительном учреждении в Барнауле прошла выставка продукции, которую производят заключенные. За прошедшие полгода спрос на их услуги только вырос. На закрытую территорию вместе с представителями ведомств приехали и мои коллеги. За колючей проволокой не только отбывают наказание, но и работают. Швейные мастерские, цеха по дереву, металлообработки, пищевые фабрики – далеко не все отрасли производства исправительных колоний нашего края. В них трудится больше двух с половиной тысяч заключенных. За прошедшие полгода здесь произвели продукцию и оказали услуги на сумму 243 миллиона рублей. Спрос увеличился, и производство почти по соседству привлекает региональные компании. Что касается продуктов питания, вот я посмотрел масло, молоко, растительная продукция, кондитерка. Ну, сам не пробовал, но говорят, что кондитерка очень вкусная, да, и она пользуется популярностью в процессе ярмарок. Представители торгово-промышленной палаты, Министерство соцзащиты, строительство и экономразвитие присматривались к тому, что делают заключенные. К примеру, судя по последним месяцам, школьные парты уже предпочитают заказывать здесь. Для них наибольший интерес, конечно, представляют муниципальное образование. Вот они делают мебель для школ, в общем-то, и в силу там определенного пункта нормативного права документа, то есть имеют право без конкурса участвовать как единый заказчик, то есть они это используют. Ну, а все, что касается остального вида продукции, то есть здесь в том числе у них есть отдел маркетинга, вот сейчас я посмотрел каталог, который работает непосредственно с заказчиками. Парты, столы, кожаные диваны, детские игрушки, спецодежды и даже сувениры для души. Многие как-то так относятся, ну, не знаю, предвзято что-либо, что вот это сделано в тюрьме, мы не будем брать. Как вы скажете, качество контролируется? Зря они так, зря они относятся, как бы это действительно правильно сказали, это предвзятое отношение. Наоборот, у нас очень хорошее качество, система контроля качества, вот, и, ну, мы отвечаем за свое производство и, так скажем, гарантируем, в отличие от других предприятий, где-то там коммерческих. В профессиональном училище при УФСИН обучают 30 специальностям, добавляют в исправительном учреждении. И с поиском заказов сейчас проблем не возникает. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком. Из-за отсутствия денег в Барнауле не могут начать ремонт железнодорожного вокзала. Изначально планировалось, что здания обновят к 2025 году, но, вероятно, сроки сдвинутся. Работы должны были начаться в этом году. Планировалось, что будет готова проектно-сметная документация. По словам заместителя министра транспорта региона Дмитрия Коровина, на реставрацию необходимы десятки миллионов рублей. Руководство РЖД в период пандемии понесло серьезные убытки и не торопится вкладывать деньги в реконструкцию. ЖД вокзала в ведомстве допускают, что будут выбивать средства. Письма на имя заместителя гендиректора РЖД уже написаны. Напомним, наряду с реконструкцией самого вокзала планировалось реконструировать и площадь возле него. Проект уже готов. Здесь должно появиться больше зеленых насаждений, лавочек и архитектурных форм. Власти Барнаула готовы вложить приличные средства ради изменения облика при вокзальной площади. Жители города массово жалуются на разрушенный пешеходный тротуар на переулке Ядренцево. Путь через него основной. Он соединяет все окрестные улицы и дома. Но пройти пешком, а тем более проехать с ребенком на коляске, там весьма затруднительно. Возможно ли решить проблему, разбираемся в нашем сюжете. Оживленная дорога по улице Ядренцево. Вокруг виднеются красивые новостройки. Но вот главный пешеходный тротуар больше похож на руины. Тут не то, что на своих двух не пройдешь. Но и, как говорится, сам черт ногу сломит. Ксения мама двоих малышей. Они уже давно живут рядом с переулком Ядренцево. В очередной раз женщина отправилась с младшим сыном на прогулку. Но маленькому Даниелю приходится как в детской потешке ехать по кочкам по кочкам и маленьким дорожкам. И чтобы не было в ямку бух, мама с трудом удерживает коляску. Для машин заасфальтировали дорогу, а тротуар для людей так и не сделали. То есть там с одной стороны невозможно ходить, просто постоянно перебегаешь на проезжую часть, а с другой стороны где? Хоть немножко можно с коляской проехать, там песок, постоянно толкаешь, что-то застревает, ноги тоже все в песке. Нам очень плохо ходится. Мы ломаем ноги и весной, и осенью. А зимой вообще невозможно ходить, потому что это ничего не чистится. Побаиваюсь, что ледышка будет, а дорогу выскочу. Мама провожает. Хочу, чтобы тут был шире тротуар, как положено. Шире, потому что если тут на велике ехать, то разбиться к чертям можно. Еще недавно на соседних улицах Песчаной и Крупской были пустыри. А сегодня там возвышаются красивые многоэтажки. Но связующий переулок Ядринцево так и остается местной полосой препятствий. Да вы что, постоянно и падаешь, особенно после дождя. Видите, он как ручей. И все вот эти камни, я вообще тогда по потемкам шел уже, ну как-то стемнялось, чуть носом, как говорится. Скоро будут этот ряд домов сносить и все здесь облагородят. Будут, не будут. Это мы уже слышим 40 лет здесь. Вот все соседи говорят. 40 лет. А нам жить как-то надо. Страдают и жильцы частного сектора. После дожди и растаявшего снега вода топит участки вдоль переулка. У меня подпол, он весь мокрый. Вы понимаете, у меня стена вот эта, вот я специально наложила вот это вот железки вот сюда, чтобы вода туда хотя бы не бежала, потому что тут все заливает, вот это все бежит. На переулке Ядринцево в предыдущие годы выполнялся ремонт в рамках национального проекта безопасной, качественной дороги. Именно потому, что выполнялись работы по ремонту, мы ремонтирули только существующие тротуары. На участке от Попанинцев до Неметрова тротуара не было, соответственно, ремонт не был сделан. Тротуара не было, а значит, и ремонтировать было нечего. Но ситуация скоро изменится. Устройство тротуара будет выполнено с двух сторон на этом участке. То есть это полностью как раз, чтобы замкнуть цепь. Работы уже запланированы. На них заложили средства, говорит представитель мэрии. Начать устройство тротуаров обещают в конце сентября. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Четыре миллиона рублей. Столько с начала года потратили на исследования по бешенству у животных в Алтайском крае. Саму же ситуацию с опасным заболеванием в региональном управлении ветеринарии оценивают как напряженную. Специалисты уже вакцинировали 500 тысяч голов крупных и мелких животных. Бешенство наносит большой экономический ущерб и приводит к смерти человека. По российской статистике последних лет от этого заболевания ежегодно умирает 4 человека. На территории Алтайского края за последний год зафиксирован один случай заболевания бешенством. В управлении подчеркивают, сейчас не время расслабляться. В течение последних четырех лет мы занимаемся раскладкой оральной вакцины для диких плотоядных животных. То есть и дикую фауну мы сегодня отрабатываем тоже с помощью вакцины. Совместно с охотниками, совместно с егерями проводим раскладку вакцины и тему потихонечку снижаем. По прошлому году на эту дату у нас было 7 пунктов по бешенству. И на сегодняшний день, мы знаем, кто-то, кто знает эпизодологию, что есть такое понятие цикличность. То есть через 10 лет данное заболевание всегда идет на рост. Слава Богу, мы прогнозируем, примерно года через два у нас тоже будет пик. Кроме того, по словам Самодурова, кроме бешенства, большое внимание специалисты уделяют таким заболеваниям, как ящер и язва. В целом же, подчеркнул руководитель, сейчас выполнены все противоэпизоотические мероприятия. Непростой год. Так, губернатор Виктор Томенко оценил итоги жаркого сезона в лесной сфере края. Этим летом в степных районах произошли крупные возгорания общей площадью больше 6 тысяч гектаров. Надо отметить, что все пожары, в том числе очень сложные, были профессионально отработаны. Были минимизированы возможные негативные последствия. И, как известно, специалисты уже приступили к реализации мероприятий по ликвидации того ущерба, тех последствий. Ну, лесной пожар, он все время сложный был. Ну, а так, работа как работа. Жарко-жарко. Ну, как сложный был. Какая техника, когда пожар идет, выкинуть? Об этом же не думаешь. Ну, у меня боец не обгорел, а у него форма погорела. Отжарили. Итоги сезона подводили в Барнауле сегодня в профессиональный праздник лесных пожарных, лесников, лесопереработчиков, экологов и всех причастных к лесной сфере. Лучшим из них губернатор вручил сегодня грамоты и медали за честь и мужество. Ларичикинский леспромхоз был школой передового опыта по внедрению новых технологий в лесной отрасли. Поэтому мы, получая новую технику, внедряли, производили хвойно-витаминную муку, делали мебель, значит, поганажные изделия. Поэтому леспромхоз за счет глубокой переработки и внедрения биотехнологий выжил и живет 60 лет. 13 спектаклей театров из Республики Карелия, Ханты-Мансийска, Сургута, Улан-Удэ, Екатеринбурга и других городов совсем скоро покажут на сцене Алтайского театра «Кукол сказка». 20 сентября в Барнауле стартует Всероссийский фестиваль «Зазеркалье». Сама сказка тоже готовится к конкурсной программе. Какой спектакль репетируют и что привезут на фестиваль наши гости, расскажет Татьяна Голубева. И часто я вишневыми губами лобзаю твои камни во стена. Новый образ не помеха репетиционному процессу. Актер театра «Кукол» Александр Сизиков каждому спектаклю бреется на лысо. «Шекспир и его сон в летнюю ночь» – постановка, с которой наш театр 23 сентября выйдет на сцену фестиваля «Зазеркалье». Это не классическое прочтение Шекспира и не то, что обычно ждут от театра «Кукол». Вы не увидите привычных кукол, вы не увидите привычных ширм. Все актеры работают в живом плане, а именно кукольная составляющая спектакля, она очень необычная. Я думаю, это тот спектакль стилистически, очень зрительно красивый. Это нужно приходить и смотреть. В рамках фестиваля зрители увидят спектакли самых разных жанров. Философская притча, фэнтези, трагикомедия, опера марионеток. Материал, на основе которого созданы спектакли, очень интересный. От Виктора Пелевина до японских сказок. Министр культуры региона уверена, что каждый зритель найдет для себя что-то интересное. В саде Карельского театра «Кукол», да, там есть такая определенная история, что работа кукол заключается в ношении масок актеров. Это определенный тоже вид театра. Я думаю, будет достаточно интересно. Хотя «Зазеркалье» это фестиваль, а не конкурс, экспертный совет определит лучший спектакль, лучшую работу режиссера, художника по свету, актерскую работу. Но цели у фестиваля все же другие. Функция нашего фестиваля еще заключается в том, чтобы наш зритель, наш барнаульский зритель, как бы немножечко воспитался на этом, увидел то, что театр «Кукол» все-таки это обширная планета, это достаточно сложная история, и здесь много всего интересного, много всего поучительного. В фестивальных показах есть спектакли исключительно для взрослых, есть и детские, и для любого возраста. Афиша на сайте театра. Ну а площадки под показы предоставляют кроме театра «Кукол», молодежный театр «Алтая» и музыкальный. Кстати, продлится фестиваль до 25 сентября. Билеты можно купить в том числе и по Пушкинской карте. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Денис, с толком. Международный турнир по MMA OpenFC возвращается в Барнаул. 1 октября в манеже «Темп» в октагоне встретятся лучшие бойцы планеты. Зрители ждут яркие поединки и, наконец-то, визит «Файтера» из Бразилии. Две недели и в Барнаул встретит турнир OpenFC 23. Спустя семь месяцев крупная лига возвращается в краевую столицу. Зрители увидят 12 поединков. Три из них – титульных и в главном бою вечера за пояс чемпиона лиги. В полусреднем весе встретиться бразилиц Буэна Жонас и действующий чемпион Данила Приказа. Россиянин сейчас готовится к бою в Барнауле. В принципе, у меня не особо такая стандартная техника в ведении боя, ударная техника. Поэтому, я думаю, для него все будет загадкой. И как в первый раз, самонаводящиеся удары, как пацаны говорят, из-под разных углов. И для него я готовлю нокаут. Хороший нокаут. В клетку выйдут и пять алтайских спортсменов клуба «Тим Стрела» Барнаул. Бойцы очень полагаются на родные стены и за максимальную поддержку обещают сделать бои яркими и запоминающимися. Кстати, родных на турнир приведут не все. На самом деле, семья у меня не придет. Я им сказал, что не надо. Не знаю, почему. Не хочу, чтобы они приходили. А в Барнауле, я думаю, легче. Поддержка все равно будет. Друзей у меня много здесь, товарищей. В трудные моменты, какие-то в бою, я думаю, будет поддержка. И на каких-то морально-волевых качествах будешь вывозить. Организаторы подготовили для зрителей насыщенную программу. Кроме боев, любители ММА увидят световое шоу и выступления. Турниры будут транслировать на федеральном канале Матч ТВ. А объявляя спортсмена, будет известный ринг-анонсер Александр Загорский. Турнир стартует 1 октября. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком. Продолжение следует...